всем привет сегодня буду делать пчелам канди раньше я не делал это высмотрел рецепт в интернете а так все время подкармливал пчел сиропом весной что тоже неплохо получалось но не хочется тягаться с банками решил я сделать канди сейчас я делаю пудру сахарную взял вот белый сахар цукор белый наш белорусский берем 4 килограмма сахара здесь три у меня один я уже высыпал немного вот пробовал молотно много мельница моя не тянет мельница самодельная делал я ее кастрюли с нержавейки кастрюлька такая и здесь стоит мотор от мясорубки правда винт высоковато так под низом от сахар не берет сейчас вот не знаю надо наверно немного на бок ложишь чтобы мало что сверху смолотила немного под низом сахар целых короче все эти четыре килограмма надо нам сахарную пудру перемолоть потом добавить сюда килограмм меда на четыре килограмма сахара также добавлю еще от назематоза препарата и вечером все это дело разложу потому что уже некоторых семьях пчелы уже давно сидят сверху видать расход ростят то что воду летку собирает а им еще снег подлаживал на леток верхний это полез одна семья пропала это с осенью наверное их разграбили потому что было 8 рамок пчел плотно сидела осталось наверное литр пчел и видно что клуб был всего лишь на двух или трех рамках поэтому я решил все таки сделать подкормку потому что непонятно когда тепло будет сейчас передают мороза до 20 и еще так что вот решил сделать это получится у нас 5 килограмм прикорма разложу таким семьями где посильнее что сверху сидят ну сейчас будем молоть пудру это все дело у нас проходит так накрываем эту кастрюлю кастрюлю тарелочкой такой прижимаем плотно и вот кнопка пуска надо пленку пролаживать все таки что пудра посыпалась наложим пакет он плотно прилегая и будем молоть потиху наша пудра мелется так как у нас режущий нож находится на расстоянии от дна мельницы высоковато немного так не достает до дна где-то вот такое расстояние это надо будет потом мотор опустить вниз с винтом он будет хорошо молоть а так приходится эту кастрюлю туда-сюда колотить мельницу вот здесь отверстие у меня вентиляционная за их так берусь прижимаю туда-сюда калашу боком ставлю вот такая вот пудра вышла сахарная также я проложил вот такой упаковочный лист с этой спененная полиуретана чтоб плотно прилегала потому что все таки сели много выступается сейчас я включаю и вот так поворачиваем мотор сразу притихаем и и и чтобы не спалить мотор все это дело с передышками делаем потому что мотор то есть один есть со старой мясорубки но время не делать некогда надо сегодня сделать скандинами поставить пчелам вышла вот такая пудра не знаю сколько здесь я смолотил наверное на с килограмма где-то часть 3 и на 300 грамм лишь может 400 сахара вышла такая пудра вроде мелкая нормально это первая партия еще немного ее погоняю следующую партию загружу меньше чтоб ниже ножей было буду на боку молоть не в вертикальном положении в горизонтальном мельнице потом уже когда ножи переделаю на пониже опущу их тогда уже можно будет в вертикальном положении молоть сейчас я все эти вот 4 килограмма сделаю пудру потом буду уже делать сканди ну вечером думаю до вечера сделаю все это дело и поставлю пчелам положу пакетах на отверстие прикормочные у меня жмут пчелы с потолочными так что все это дело просто делается открываем отверстие ложим наверх пакет с прикормкой так как я раньше этим не занимался посмотрим что выйдет ну думаем получится это выйдет у нас 5 килограмм прикорма положу 7 им что посильнее у меня 2-3 3-7 такие что уже в летках воду собирают это значит им надо и поставить одна из них басквост 9 рамок плотных было вот они уже давно сверху летку воду собирают у себя так что им первую очередь потом всем остальным так как без банок лишней тяготни не будет думаю это дело все время много не займет по пакетам растусуем еще положим пускай пчелы зимуют уже на носу март у нас теплеет быстро это юг Беларуси ближе к Украине между Гомельской и Брестской областью нахожусь у нас здесь тепло постоянно разницы с севером Беларуси где-то в 3-4 недели так что я особо никогда не заморачивалась на счет прикорма ну в этом году такая зима постоянно то тепло плюс 6 плюс 7 то мороза до 20 через день могут быть вот сегодня плюс 4 на это передают до 20 мороза так что я решил все таки им прикорм положить для надежности ну думаю с 13 если имеют 12 еще держатся думаю они перезимуют разделил я нашу массу на две части вот половину что осталось мельницы уже смолол она стала такая пушистая мягкая крупных частиц не чувствуется как пыль высыпал вторую часть вот немного в ней чувствуется более крупные частицы так что ее еще раз прогоним наполовину разделил стали обороты намного большие в мельнице сейчас уключу покажу вот 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 всё так вот вот порядка тепло исходит выключим с розетки сейчас проверим пальцем внутри немного теплый но черпимо на градусов 40 можно молоть вышла такая вот пушистая пудра у нас то есть что только сначала что много молоть думаю если все это измельчу дело она у нашу кастрюлю не влезет насколько она вместимость не знаю кастрюли не написано пересыпаем все это дело конечно немного я понасыпал вокруг пыльно получается это дело вот такая у нас масса получилась вот мельница как я и говорил нож находится наверно сантиметра два от низа если бы он был при самом ниже миллиметров 5 там вот такие болты мотор крепит если бы он был над самым болтами но хорошо молотил и не надо было бы нам поднимать туда-сюда и колотиться на нашу мельницу мельницу это сделал быстро посверлил кастрюле дырки сделал линт такой это нож режущий с ленточной пилы затошил с двух сторон довольно такой острый сахар наш прорышать всю пыль почти мгновенно так засыплю берем вот столько сахара поверьте я не знаю буду по чуть-чуть молоть то что мотор греется чтобы не спались мотор наша как говорил с мясорубки с электрической оборотистый таки мотор хороших вот я насыпал по наш режущий нож сахара немного уколочил вот так вот получается сейчас я его покажу еще конечно вокруг сахарем и что-то контакт пропадает наверно в самой розетке в Попотай! Это всё в розетке. Штепсель такой с малыми рожками вилка. В нашем удлинителе не плотно сидит до отхода. Выключил, чтобы случайно не открыл в рабочем состоянии. Сейчас немного проверю, что с вилкой нашей. Буду продолжать. Вот сколько прошло времени с перебоями. И уже такая вышла пудра. Немного есть крупицы сахара. Сейчас я поправлю вилку. И всё это дело полностью сделаю. Покуда я отключаюсь, потом уже всё перемолошу, покажу. Удачи! Продолжение следует... 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 Продолжение следует...